Девушки отдыхают Я не собираюсь мешать твоему счастью У тебя опять проблемы, Октавио? И большие Ты потерял Бернардо Ты потерял своего самого верного пса И тебе самому недолго осталось Раз уж солидат у нас живет Солидат живет здесь? Почему ты не говоришь о результате? Что случилось? Я беременна? Да? Америка Продукционес представляет Производство Хосе Энрике Крусильята Солидат В главных ролях Солидат 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 Композитор Композитор Хорхе Тафур Оператор Рафаэль Руис Режиссер Луис Альберто Ла Мата Исполнительный продюсер Малук Крусильят Пожалуйста, скажи мне правду Я жду ребенка? Да, ты беременна Я считал, что это не так Что у тебя проблемы с пищеварением Но... Не может быть Солидат Ты же знала, что надо предохраняться Это... Вышло... Случайно? Какая ты легкомысленная Я предохранялась Правда Я предохранялась все время Но когда мама Выгнала меня из дома Я так расстроилась, что забыла свои таблетки Боже мой Разумеется Мы с Мигелем Анхелем Всегда предохранялись Но в тот день я с ним не собиралась встречаться Мы вообще редко проводили ночь вместе Разве что во время путешествия Он потерял над собой контроль И я тоже расслабилась Ты не можешь его винить Ты сама не думала о последствиях Конечно Ты прав Мне следовало быть ответственнее и тверже, но... Нас охватило безумие Это было какое-то безумие, Диего Ты должна была понимать, к чему это приведет Господи Что мне делать? Теперь невинное существо, которое ни в чем не виновата Окажется вовлеченным в эту драму Диего Я не имею права... Я не имею права впутывать в это ребенка Я не могу дать жизни ребенку при таких обстоятельствах Что мне делать? Соледат бросила этого типа? Почему ты не сказала мне, Маргарита? Почему она живет здесь? У нее есть дом? Прости, Альма Но Соледат попросила меня молчать Она не хотела тебя тревожить Похоже, у твоей дочери с этим мужчиной не ладится отношение Поэтому она уехала из его квартиры Я не знаю, что сделает Соледат, когда узнает, что я проговорилась Я во всем виновата Да что это с вами? Не надо грустить Это повод порадоваться Соледат решила покончить с грехом Это же хорошо Успокойтесь, пожалуйста Не стоит сейчас застрять на этом внимание В любом случае, ты, Альма, должна поговорить с Соледат Я так и сделала, когда узнала о связи своей дочери и сеньора Мачито Первое, что я тогда сделала, это поговорила с дочерью Да, я должна поговорить с Соледат Пусть она мне объяснит, что случилось Но мне кажется, Сокора права Это первый шаг к исправлению ошибок Скоро ее жизнь наладится Эта новость убьет мою маму Она такая правильная Ты же знаешь, как она старомодна Мама не вынесет этот удар У нее сердце не выдержит Соли Я должен тебе сказать Альма запретила говорить вам о своей болезни Но теперь Теперь я должен сказать Что? Что случилось? Ты должна знать, что у твоей матери Сердечная недостаточность Диего, ты это скрыл? Она не хотела, чтобы вы знали Просила вам не говорить Почему? Потому что хотела, чтобы вы жили как хотите И не боялись причинить вред ее здоровью Она не хотела шантажировать вас болезнью Понимаешь? Помнишь, ты приходила в больницу И спрашивала меня о таблетках Которые я ей прописал Тогда еще вошла Беатриса Я подумал, что она тебе все скажет Но Беатрис ничего не сказала Твоя мама все знает о болезни Но предпочитает вам не сообщать Соли, твоя мама удивительный человек Бедная мама Она так страдает Мы причинили ей столько боли Одни сознательно, другие нет Я боюсь, что мы ее доказаем Не плачь Не плачь, Соли Диего, я не прощу себе то, что я сделала с мамой Боль, которую я причинила ей Для меня все это До сих пор что-то нереальное Жизнь зло подшутила надо мной Я этого заслуживаю А мама нет Я больше не хочу причинять маме страдания Диего не хочу Соли, я знаю, что ты пережила И поэтому нарушил свое обещание Но я не хочу, чтобы до твоей матери Дошли какие-то слухи о тебе Сплетни Соли У твоей мамы был инфаркт Слава Богу, ей стало лучше Но ей нужно беречь себя Это может повториться Инфаркт Я благодарна тебе за то, что ты предупредил меня Потому что теперь я должна хорошо подумать Я должна изменить свою жизнь Ты поговоришь с Мигелем Анхелем? Мне самой плохо от того, что я забеременела от женатого мужчины И ношу незаконного ребенка Мое дитя будет страдать от того, что у него никогда не будет отца И я не хочу причинять страдания маме Не хочу Солида, ты должна с ним поговорить Сообщи ему И пусть он решает этот вопрос, как подобает мужчине Мигелем Анхелем должен знать о том, что ты ждешь от него ребенка Ей не становится лучше, Сусанна Они ее пичкают транквилизаторами Но от этого никакого толку Что случилось? Ничего Она все время говорит со мной о ребенке Она говорит об этом? А что она говорит? Что чувствует передо мной вину, потому что так и не смогла родить мне ребенка Что она несчастна от этого И меня сделала несчастным Ведь я так и не стал отцом Господи, что за наваждение Вот именно Она все время повторяет, что хочет пройти лечение и забеременеть А еще она говорит, что если у нее не будет ребенка То она умрет Она хочет умереть Успокойся, Мигелем Анхелем Как я могу успокоиться, Сусанна? Ведь она несчастна из-за меня Из-за того, что не смогла родить ребенка Только я виноват в болезни Виктории Мигелем Анхелем, успокойся Никогда я не успокоюсь Это я виноват в том, что она потеряла ребенка Я ее спровоцировал на скандал Сусанна, я совершил тысячу ошибок Но клянусь, я не хотел доводить Викторию до такого состояния Я знаю, что никогда себе этого не прощу Я буду жить с чувством вины всю свою жизнь Я не могу жить с нами Я не могу жить с удовольствием Я не могу жить с удовольствием Хватит и небольшой квартирки. Я попробую подыскать. И, пожалуйста, неподалеку, чтобы ему было удобно ходить на работу. Я хорошо знаю этот район. Дорогая, а я вас знаю. Мы соседи. А я вас не помню. Где вы работаете? Я занимаюсь торговлей, но я продаю не дома и квартиры. А что вы продаете? Я продаю. Как бы вам лучше объяснить. Кребенья, кребенья. Вряд ли, сеньорите, интересно, чем ты занимаешься. Я буду признательна, если вы нам поможете. Как только что-то найду, я вам позвоню. Может, даже сегодня. Чудесно. Нам срочно нужна квартира. Представляете, мы с ним до сих пор живем в Брось. Я у подруги, он ночует на работе. Это так обидно. Я ничего не понимаю. Мне же выделили кредит. Да? Да. Но почему-то, когда я сюда прихожу, мне всякий раз говорят, что деньги не поступили. Странно. Я сейчас все проверю. Вы не могли бы дать паспорт? Вы ведь уже проверяли. Три раза, сеньорита, три раза. Можно еще один раз посмотреть. Будьте любезны, позвоните Таву Салазару. Между прочим, Тава мой брат. Вы ему можете позвонить? Не могу. Он один из управляющих банка, и я не могу его беспокоить. Значит, Тава управляющий. Вот это сюрприз. А я думал, он тут унитазы чистит. Не беспокойтесь, сеньор. Я постараюсь решить вашу проблему. Надо же. Слушай, мама, я уже все продумала. Мы с Лео будем спать там, где сейчас мы с Антонией. Антония с тобой, а Солидат в комнате Хуана. А где будет спать Хуан? Знаю. Мы купим диван-кровать и поставим в гостиной. Пока нет необходимости думать об этом. Ну, мама, ты же хочешь, чтобы Солидат вернулась? И мы жили вместе. Конечно, хочу. Но пока некуда спешить. Еще ничего не решено. Сначала нужно поговорить с твоей сестрой. Но ты же сказала, что она рассталась с Мигелем Ангелем. Похоже на то. Но я не хочу тешить себя надеждой, пока от нее этого не услышу. Я прошу святую Раситу, чтобы она услышала мои молитвы, и они расстались. Но незачем торопить события. Наберемся терпения. Все же не выдержала, мама? Трудно держать рот на замке. Чаро, это не мама проговорилась. Это я. Это я. Ты? Луси, я же тебя просила не говорить об этом. Я не хотела, Чаро. Тетя Альма пришла, а я не знала. Ты меня подвела. Ты нас всех подвела. Хватит, дочка. Оставь сестру в покое. Альма бы все равно узнала. Но не так быстро. Но ты что, хочешь устроить скандал? Она же сказала, что это вышло случайно. Случайно ничего не бывает, мама. Ты все это подстроила. Пригласила тетю Альму и всех соседок, когда солидат у нас поселилась. Нет, дочка, вовсе нет. Только Альму, Сокора и Падре Суавина. Мне все равно. Не надо было их звать. Ну, дочка, это мой дом, и я кого хочу, приглашаю. К тому же мне хотелось... Мне хотелось продать свои изделия. Ты же не хочешь, чтобы из-за того, что Соли живет у нас, я закрыла дело? Правда? Нет, но... Ничего. Мне надо наращивать обороты. Не забывай, я здесь за все плачу. И знаешь, дела идут. Мне это неинтересно. Чаро, тебе нужно позвонить солидат и предупредить ее. Пусть поговорит со своей мамой. Ее нет, она исчезла. Все бросила и испарилась. Кто ей звонит? Ее мама. Здравствуйте, сеньора. Поздравляю вас. Поздравляете? Простите, но мне кажется, вы меня с кем-то спутали. Я мама солидат. Я это поняла, сеньора. И поздравляю. Ваша дочь в сокровище. Наверное, она всем вас. И все же, с чем вы меня поздравляете? Вы еще не знаете? Солидат ждет. Алло. Алло, сеньорита. Думай, прежде чем говорить. А теперь давай, говори. Алло. Да, сеньора, это я. Я сказала, что солидат ждет новый выгодный проект. Да. Его решили поручить ей. Какая радость. Да, сеньора. Я тоже горжусь ей. Наверное, ее поэтому нет на месте. У нее много работы. Да, разумеется. Если вы ее увидите, то, пожалуйста, попросите ее позвонить домой. Спасибо. Солидат нет. Ей нелегко сказать, что у нее с ним все кончено. Видишь, дочка, все проблемы решаются. А ты мне не верила? Нет, я верила. Если бы я вовремя узнала, дело бы так далеко не зашло. Теперь мне нужно поскорее поговорить с этой сеньоритой и убедить ее переехать домой. Как ты посмел меня ущипнуть? Не потому, что ты меня привлекаешь, не сомневайся. Я хотел тебя остановить, чтобы ты не успела сказать, что солидат беременна. Послушай, Федерико, я же это не выдумала. У солидат все симптомы беременности. Она залетела. Понял? Но это не значит, что ты должна поздравлять ее маму. А что? Послушай меня, если ты не прикусишь свой раздвоенный язычок, я расскажу всем в корпорации, абсолютно всем, что все твои богатые женихи и миллионеры-поклонники существуют только в твоем больном воображении. Обещаю тебе это сделать, если ты не закроешь свой ротик. Понятно? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Не понимаю. Не прикидывайся дурой. Я говорю, что все твои поклонники, присылающие букеты, и друзья из высшего общества не существуют. Ты сама... Вот стыд, ты сама присылала себе букеты. Лгун, закрой пасть. Ты просто с ума сошел. Спятил. Да? Тогда почему ты по уши в долгах? Это тебя не касается, понял? Это не твое дело. И что бы ты ни сказал, тебе никто не поверит. Ясно? Ты меня недооцениваешь. Если продолжишь сплетничать, я сделаю тебя посмешищем всей корпорации. Учти. Так что попридержи язык. Если не хочешь, чтобы это случилось. Вот гадина. Подожди, я еще не выписал направление. Ты должна пойти к гинекологу. Потом. Потом, Диего. Сейчас я хочу побыть одна. Но я обещал помочь тебе подыскать жилье. Подожди меня, и мы вместе пойдем. Не беспокойся. Мне сейчас нужно осознать то, что со мной случилось. Я хочу подумать и решить, что мне делать. Ты знаешь, две головы лучше. Спасибо. Спасибо за поддержку. Не знаю, что бы я делала без тебя, но сейчас... Мне нужно побыть одной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оль, здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Что-то случилось? Что? Ну, не знаю, ты какая-то бледная и погружена в себя, никого не замечаешь. Мне показалось, что ты вышла из кабинета Диего, или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься. Мама не смогла прийти на прием, Диего забеспокоился и позвонил мне. Диего стал важной персоной для наших семей. Да, верно. А как себя чувствует Виктория? Виктория очень больна, солидат. Она или бредит, или погружается в депрессию. Мне больно видеть ее такой. Конечно, я понимаю. О работе не волнуйся. Все идет нормально. И если возникнут какие-нибудь сложности, я тебе сразу же позвоню. Мне нужно идти. Солидат, если бы кто-то мог исполнить мое желание, я бы попросил, чтобы наша встреча произошла в другое время и в другом месте. Но, к сожалению, это невозможно. Я знаю. Поверь мне. Поверь, так будет лучше для нас обоих. Конечно. Солидат, ты должна понять, что я ничего не могу изменить. Так сложились обстоятельства. Мне жаль, что так вышло. Но я не могу сейчас бросить Викторию. Нам лучше не затрагивать эту тему. У каждого из нас своя дорога, и нам пришло время расстаться. Обойдемся без сожалений, без упреков, без горечи. Давай подчинимся судьбе. Она все решила за нас. Я пойду. Соли. Конечно, я все слышала. Думаешь, мне не хотелось увидеть, для чего я довела своего муженька? Я спрятала таблетку под язык, а потом выплюнула ее. Мне не верится, что ты такая бесчувственная. Неужели тебе нисколько его не жаль? Не начинай, ладно? Жалость и любовь – разные вещи. Как ты можешь? Меня не волнует то, что ему придется пожертвовать ради меня своей любовью. Тут ничего не поделаешь. Пусть жертвует. Хватит, Виктория. Хватит делать глупости. Это не может так продолжаться. Я думаю, лучше сказать Мигелю Ангелю правду. Что ты сделала аборт, а потом упала с лестницы и притворилась, что потеряла ребенка, чтобы во всем обвинить его. Попробуй. Но ты лишь потеряешь время. Он тебе не поверит. Ведь его убедили в этом врачи, а не я. Но ты же знаешь, Виктория, ты знаешь, что сначала ты сделала аборт, а ты мне помогла. Не забывай. Хватит, Суси. Не нужно лишний раз мучить бедного Мигеля Ангеля. Прошу тебя. И не забывай, что я сумасшедшая. Я сумасшедшая. Понимаешь? Я сошла с ума. Я всегда хотел иметь детей. Но, к сожалению, это невозможно. Как я мечтаю о дочке. Когда-нибудь у меня будет дочка. И я дам ей все самое лучшее. Все самое лучшее. Я в этом уверена. Я назову ее Валентина. Валентина? Так звали мою маму. И я хочу, чтобы мою дочь звали так же. Тебе нравится? Нравится. Да? Очень нравится. Знаешь что, дорогой? Я подарю тебе дочку. И все мы будем счастливы. Валентина, ты и я. Почему? Почему? Почему, Господи? Добрый вечер, сеньор. Как поживаете? Отлично. Спасибо. Хорхе у себя? Его еще нет, но он скоро будет. Вы подождете? Можно подождать в кабинете? Конечно. Я вас провожу. Папа, извини, у меня много работы, и если ты не против... Сынок, мне нужно поговорить с тобой, это очень важно. Прошу вас. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Что случилось, Тава? Почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю, отец. Будто я не знаю тебя. Если бы знал, то давно бы понял, что я мужчина, и сумею о себе позаботиться. Я не могу всюду ходить с охраной. Это необходимо. Если я днем выхожу, они следуют за мной. Если куда-то иду вечером, то же самое. Повторяю, это необходимо. Так ли это необходимо? Зачем такие предосторожности? Чего ты боишься? Того, что тебя убьют. Просто я не хотел тебе говорить, что очень за тебя беспокоюсь. Но теперь вынужден сказать, что твоя жизнь в опасности. Из-за Марсела? Да. Он мне звонил и сообщил ужасную новость. Какую новость? Папа, какую новость? О смерти Бернарда. Похоже, Марселло убил Бернарда. Я думала, что ты меня бросил. Что ты снова надолго исчез. У меня были срочные дела. Ты их решил? Да. Да. Скоро я наведу здесь порядок. Старик сойдет со сцены, и я стану хозяином. Ты и так мой хозяин. Знаю, Киска, знаю. Еще немного, и мы с тобой будем иметь абсолютно все. Значит, я сделала правильно? Что ты сделала? Прогнала этого идиота, Коки. Успокойся, красавчик. Сейчас все будет. Что с тобой? Теперь ты даже не пробуешь? Я тебе доверяю. Ты берешь только для себя? Какая разница? Просто будь осторожней, красавчик. Не вздумай сказать, кто тебя снабжает. И главное, соблюдай во всем меру. Кто ты такой? Моя мама? Нет, идиот. Я твой дилер. Если ты перекинешься, я лишусь клиента. Вот и забочусь. Иди к черту. Я еще не встречала таких, как ты. Ты от всех отличаешься. Знаешь, соседи тоже считают меня странным. Так и есть. Ты похож на меня. Чем интересно? Я тоже всегда отличалась от всех. Всю жизнь я несла полную чушь и издевалась над всеми. Я дорого заплатила за это. Все это в прошлом. Худшее осталось позади. Теперь ты должна начать новую жизнь. Тебе нужно закончить учебу, получить диплом адвоката и сделать блестящую карьеру. В инвалидном кресле? Не думаю, что получится. Даниэла, тебе нужно верить в себя. И ты добьешься всего, чего захочешь. Покажи всем, на что ты способна. И особенно отцу. Твой отец хороший человек. Он заплатил за мое образование. И это делает его хорошим? Он все решает с помощью денег. Он купил тебя. Нет, это не так. Не суди его строго. Он человек, и у него есть недостатки. Но, в общем, он хороший человек. Мой отец эгоист, Хуан. И всегда им был. Со мной, с братом, с мамой. Мама после каждой ссоры глотала транквилизаторы. Она спала целыми днями. Пока не встретила тебя. Да. Мне очень повезло, что мы встретились. Даниэла и Хуан нашли общий язык, Долорес. Я заглянула в комнату и увидела, как они сидят, держась за руки, и с нежностью друг на друга смотрят. Теперь я спокойна. Они обязательно подружатся, и все будет хорошо. Лично мне этот парень совсем не нравится. Да, Лорес, не говори так. Ты говоришь о нем и Даниэле так? Словно этот парень давний друг вашей семьи. Но это вовсе не так. Потому что он подлец, живущий за ваш счет. Это неправда. Если бы он был подлецом, его бы не волновала моя дочь и ее проблемы. Он бы не сидел в ее комнате и не разговаривал с ней. Не старался бы ей помочь, найти выход из тупика. Да, сеньора. Может быть, этот Хуан и поможет. И Даниэла изменится. Но представляете, что будет, если она узнает правду? Представляете, как она будет разочарована, узнав, что вы, ее мать, спутались с мальчишкой? Ты слушал ее, ты ее понимал. Рассказывал ей о своей семье, о том, как вы живете. И постепенно мама стала меняться. Твоя мама чудесная женщина. А она тебя обожает. И знаешь, теперь я ее понимаю. Ты простой, но мудрый. Я мудрый? Я ничего не знаю. Ты все знаешь. Ты умеешь быть счастливым и делать счастливыми других. Это твой Дархуан. Знаешь, я часто упрекала маму за то, что она встречается с тобой, но теперь я ее понимаю. И надеюсь, что ты будешь не только ее другом, но и моим. Ты веришь, что мы с тобой сможем стать друзьями? Наш брак счастливым не назовешь, но живем мы довольно мирно. Хотя Лаура как-то заговорила о разводе. Я завидую твоему спокойствию. Со временем все проблемы решатся. Вот увидишь. Ты и сам не заметишь, когда вдруг все встанет на свои места. Корхе, откуда такой оптимизм? Ты вспомни о Коке, о Даниэле. Ты же не разобрался с детьми. А разве это возможно? Дети – вечная проблема. Но со временем они перебесятся, повзрослеют, и все войдет в свою колею. Я надеюсь. Тебе надо брать пример с меня. Относись ко всему спокойно. Не нервничай. Скоро Виктория станет лучше, она вернется к прежней жизни с твоей помощью. Я это сделаю. Я стараюсь помочь ей. Кстати, если уж мы заговорили о детях, почему бы тебе не обратиться к Хуану за помощью? Хуану? Брату Солидат? Да. Что ты, Хорхе? Думаю, ты слегка перебрал. Нет, 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 я серьезно. Послушай, этот парень – сокровище. Он умеет слушать людей. Он сумел повлиять на Лауру и Даниэлу. Он видел ее всего пару раз, а она стала другой. Он за свои два визита добился гораздо большего, чем ты, я и Лаура вместе взятые. Спасибо, что пришел к Даниэле. Ты не представляешь, как для нее важно то, что ты с ней разговариваешь. Она считает тебя своим другом. Да, но она очень страдает. Ты помог ей забыть об этих страданиях. Хуан, дорогой, я так благодарна тебе за то, что ты делаешь это. Нет, нет, не стоит. Лаура, я хотел бы поговорить о нас с тобой. Давай в другой раз. Сейчас я могу думать только о своей дочери. Помоги мне, Хуан, а потом мы снова сможем встречаться. Но только пойми, что сейчас нам с Даниэлой очень нужна твоя поддержка. Я никогда не смогу тебя отплатить за то, что ты сделал для моей дочери и моей семьи. Что все это значит? Отойди от моей матери. Спокойно, Коки. Что случилось? Что случилось? Если ты еще раз прикоснешься к моей матери, если ты приблизишься к ней, я убью тебя, слышишь? Я убью тебя! Прекрати, успокойся. Хуан, тебе лучше уйти. Я убью тебя! Я убью тебя, понял? А ты? Что ты нашла в этом шакале? Коки? А ты убирайся, дура! Что ты себе позволяешь? Скажи, как ты могла? Как ты могла с ним спутаться? Коки, выбирай выражение. Ты гадина, дрянь! Замолчи, Коки. Она твоя мать. Она моя мать? Моя мать шлюха! Закрой рот! Мать надо уважать! И не смей ее оскорблять! Наглотал все наркотиков. Вот тебе и мерещится всякая. Она твоя мать. И относись к ней с уважением, понял? Не надо плакать, детка. Я клянусь, я ничего плохого с Хуаном не делала. Я клянусь. Коки подумал, что я... Не обращай внимания. Не обращай внимания. Он просто был не в себе. Успокойся. Он говорил ужасные вещи. То, чего нельзя говорить матери. Успокойся. Проклятые старухи! Гадины! Черт его жизнь! Будь все проклято! Она дала мне пощечину. Стерва! Парню с такими задатками нужно идти в политику. Знаешь, когда меня выберут, я сделаю его своим помощником. Нам лучше пойти домой и лечь спать. Нет, нет. Что с тобой? Еще детское время. Мы пришли сюда поговорить, расслабиться, забыть о наших проблемах. А ты хочешь уйти? Я знаю. У меня есть отличная мысль. Почему бы Хуану не поговорить с тобой? Он убедит тебя оставить солидат. Уверяю тебя. Нет. Это невозможно, Хорхе. Я ее слишком люблю. Я никогда не смогу вырвать ее из своего сердца. Ты будешь матерью, как и я. Мы будем смотреть, как растут наши дети. Они тоже подружатся. Мы будем водить их в парк, устроим в одну школу. Правда здорово? Нет. Нет, Чаро. У меня совсем другая ситуация. Совсем другая. Другая. Да чем она отличается от моей? Ты тоже будешь матерью. Чаро, я была бы счастлива. Я была бы рада родить ребенка, если бы у него был отец. Если бы ему предстояло расти в семье. Быть любимым. Ведь именно это нужно любому ребенку. Ты права. Меня тоже одолевали сомнения. Но, как видишь, все устроилось. У тебя будет то же самое. Чаро, я узнала о беременности. Чуть ли не в тот же день, когда Мигель Анхель решил меня бросить и вернуться к жене. Я не могу родить ребенка при таких обстоятельствах. И что ты собираешься делать? Избавиться от него? Нет. Нет, Чаро. Конечно, нет. Я даже не думала об этом. А я уж подумала. Ты помнишь? Я его не хотела. Я даже пыталась избавиться. Нашла какую-то бабку. И чем все это кончилось? Я чуть не погибла. Чуть не погубила и себя, и его. Слава Богу, все обошлось. И ты выбросила эту мысль из головы. Все закончилось благополучно. Ребенок – это чудесно, Чаро. Ребенок – это что-то священное. Жизнь, которая зарождается здесь, внутри тебя. Крохотное существо, которое нуждается в тебе, в твоей защите. В той, кто станет его матерью. Решено. Мой ребенок не станет отвечать за мои ошибки. Мой ребенок родится. Я сумею его вырастить. Я тоже тогда так решила следа. Ты видишь? Мачито его признал. Расскажи все Мигелю Ангеле. Не могу. Я не стану пользоваться ситуацией. Я не хочу, чтобы Мигель Ангеле узнал. Почему, Солидат? Ты просто дура. Когда он узнает, он бросит жену и женится не тебе. Нет. Мне это совсем не нужно. Я не собираюсь принуждать его к этому. Он уже решил, он остается с женой. Моя любовь его не остановила. Он не чувствовал передо мной никакой ответственности. Ну что ты говоришь? Нет. Нет. Мигель Ангеле не узнает о том, что я беременна. Он не узнает, что я жду от него ребенка. Мы с тобой одни. Дорогой, это невероятно. У нас наконец-то будет квартира. И ты сможешь туда приходить, когда захочешь. Все, Чина, успокойся. Ты уже нашла квартиру? Пока нет. Но я нашла хорошего агента. Отличного агента. Понятно. Я уже посмотрела две квартиры, но мне они не понравились. И я попросила подыскать еще одну в этом районе, чтобы тебе было близко и доработай до меня. Представляешь? Что? Завтра мы идем ее смотреть. Как это завтра? Завтра я не могу, у меня много работы. Дорогой, найди время. Это же рядом. Чинита, даже если она через дорогу, я не смогу. У меня полно дел. К тому же завтра нужно идти в банк. Нет уж, Лео. Устраивайся, как знаешь. Но я без тебя не пойду. Ты же знаешь, как нам нужна квартира. Дорогой, я на тебя рассчитываю. Я не справлюсь без тебя, Суси. Ты мне нужна. Ты не оставляешь мне выбора, Виктория. Знаешь, я устала от всего этого. Ты думаешь, я не устала? На что мне пришлось пойти? Что мне приходится выносить? И без толку. Ничего не помогает. Сейчас Мигель Анхель с ней. Мигель Анхель ушел с Хорхе. Он сейчас с ним. Не лги. Я знаю, что он сейчас с ней. Все это ими подстроено. Они меня одурачили. Заставили поверить, что он вернулся. Сколько можно, Виктория? Господи, сколько можно? Давай по последней. Нет, нет, мы уже и так достаточно выпили. Успокойся. Но почему ты не хочешь со мной выпить? Коки! Коки! Мне нужно поговорить с тобой. Хорхе, прошу тебя, не сейчас. Оставь его в покое. Нет. Ты должен лечь. Идем. Нет, нет, Хорхе. Коки! Держи его, Лаура. Сейчас неподходящий момент. Коки! Коки, послушай, я хочу поговорить с тобой. Потом, потом. Я хочу быть хорошим отцом. Я хочу тебя направлять, давать советы. Потом дашь. Коки! Держись за меня. Идем в твою комнату. Прошу тебя, идем, Хорхе. Лили, лучше не рисковать. Коки придет в ярость. Он поссорился с матерью. Тебе лучше с ним завтра встретиться. Но я его девушка. Я нужна ему. Со мной он будет разговаривать. Послушай, Лили, Коки давно заперся в своей комнате. Понимаешь? Коки под кайфом. Что? Он наркоман, Лили. Он находится под кайфом. Ты не представляешь, в каком он сейчас состоянии. Он любит меня, Габриэль. Серьезно. Он не очень обрадуется. Нет, Лили. Ты не представляешь, что здесь было. Коки пришел в ярость. Он оскорблял меня. Довел меня до слез. Из-за того, что он не разобрался в моих отношениях с Хуаном. Ты с ним поговорила, Лаура? Скажи, Коки принимает наркотики? Ладно, я сам поговорю с Коки. Пусть он... Нет, нет. Ты с ним завтра поговоришь, ладно? Не упрямься, Лили. Открой рот и положи это под язык. Я не хочу. Нам будет хорошо. Коки, я не хочу. Пожалуйста. Нет, нет. Я не хочу. Отпусти меня. А я тебя хочу. Я тебя очень давно хочу. Отпусти. Доставь мне удовольствие. Нет. Я хочу, чтобы ты стала моей. Я должен забыть эту дуру Ану. Нет. Нет. Открой рот. Глотай. 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 Коки. Нет. Нет. Ты спятил. Коки. Что с тобой, сынок? Ты еще меня спрашиваешь? После того, как спуталась с посыльным. Мигель, зачем ты бьешь моего сына? Коки. Сейчас же отдай то, что ты принимаешь. Сейчас же отдай. О чем ты говоришь, дядя? Хватит, Коки. Говори, где ты прячешь наркотики? Сейчас же отдай их мне. Сейчас же отдай. Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс. 2002 год. Соледак. Que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad. Es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad. Vive como otra cualquiera. En la aldea donde la fiera. Lava, goce, llora y ríe. Ay, mi soledad. Pero yo la quiero así y distinta, porque es sincera, es natural.